Итоги года подвела Леневская детская библиотека. Для организации год был сложным, но плодотворным. Успешным оказалось участие во многих конкурсах. 16 декабря состоялась раздача подарков. Сегодня, ребята, наши читатели и все-все мы собрались для того, чтобы подвести итоги уходящего года, хоть у нас был очень тяжелый для всех, но все-таки мы в таких условиях принимали участие во многих конкурсах и своими успехами хотим поделиться вместе с вами, со всеми нашими дорогими читателями. Значит, ну, самый главный конкурс, это у нас был областной конкурс приложения Качоту 2020, который проводит областная детская библиотека. И в этом конкурсе мы заняли первое место в номинации «Краеведение для детей. Идеи. Практики». И получили за это замечательный подарок, который представлен вот на этой полочке, всю полочку занимает. Это книга «Гимн России». Состоит он из трех таких вот частей. В одной книге рассказывается про гимн замечательно. Потом можете прийти к нам посмотреть. То есть книга с раскладушками, с замечательными вот такими, да, с рисунками с детскими. Будет очень интересно тем, кто увлекается рисованием посмотреть. Другая часть – это задания занимательные, потому что было прослушано и просмотрено в первой книге. И третья часть – это волшебный карандаш, который помогает детям с ограниченными возможностями. То есть эти дети, которые не слышат, могут пользоваться, не видят, могут пользоваться этим карандашом. Ну и дети, которые не умеют читать, наверное, тоже могут пользоваться этим карандашом, потому что он озвучивает задания и правильные ответы. Какая река считается самой длинной в Европе? Дон, Нева, Волга. Эта музыка говорит о том, что это правильный ответ. В этом же конкурсе второе место в номинации «Лучшая детская библиотека года» тоже получила наша Леневская детская библиотека. И за это нам вручили книги, набор книг, которые тоже мы можем все пользоваться. То есть Ольге Токмаковой, «Где зимует стрекоза», «Жестянка» и «Сабитова, где нет зимы». Еще маленькая книжечка про белочку для более младшего поколения. Следующий конкурс – это конкурс районный, тоже конкурс «Лучшая библиотека-2020», где было заявлено 4 номинации. И во всех 4 номинациях мы получили первое место. Номинация «Лучший творческий отчет» – первое место. «Лучший проект, посвященный году памяти и славы». Был представлен проект книги памяти «Лучшее краевическое библиографическое пособие», посвященное 85-летию Скитимского района. На сайте можете посмотреть, это был день информации 85 лет и Скитимскому району. И яркие страницы из жизни моей библиотеки. Мы рассказывали про День защиты детей, который проводится ежегодно в нашей библиотеке со дня ее образования. И вот эти все яркие события были награждены играми настольными. И тоже нам были вручены вот такие часы к 85-летию, после Скитимского района был районом выпущен. И вот мы такие часы заработали себе в библиотеку. Ну, это конкурсы были, где участвовала библиотека. Ну, конечно же, библиотека без своих читателей – это ничто. Поэтому мы постоянно тоже привлекаем читателей для участия в конкурсах. И одним из конкурсов, таких больших и важных, да, это был межрегиональный сетевой конкурс читательских дневников «Книжный шкаф поколения NEXT 2020». Вот так вот он звучит ярко. Там было две номинации – это электронный читательский дневник и бумажный читательский дневник. Ну, так как мы владеем всеми электронными навыками, да, то мы поэтому работали в основном электронном читательском дневнике. И заработали тоже первые места. Значит, первое место заработала в номинации «Электронный читательский дневник Фролова-Надежда». Получает книжечку, и, к сожалению, сегодня нет. Получает также второе место Вероника Райс в номинации «Книжный шкаф поколения NEXT». Ей вручается вот такая книжечка. Человек у нас есть, да? Вот, Вероника. Пожалуйста. Вот такая книжечка. Прочитаешь, нам расскажешь. Третье место Самарину Святославу вручено «Электронный читательский дневник». Это все возрастная категория 10-11 лет. Вот в этом конкурсе я делал отрывок из книжки про Ленинград. Еще я выступал с этим отрывком на междуроссийском конкурсе «Отецов». Вот. Ну, я не думал, что я выиграл, одержу победу. Третье место займу. Книжка очень красивая. И уже интересно, что там. Любая возрастная категория у нас представлена была. Это возрастная категория 12-15 лет. И здесь тоже у нас было призовое место. Это Варваре Брынских, занявшей трествие места в номинации «Электронный читательский дневник». Вот такие замечательные книги были вручены нашим детям для того, чтобы они читали. Участнику тоже, у нас было несколько участников, участник конкурса Игорь Писанкин. Он тоже получил поощрительный приз, не заняв место, но он принимал участие. То есть у нас несколько человек принимало в этом конкурсе участие. И еще один замечательный конкурс. Конкурс тоже областной. Обучающий конкурс «Память Сибири», реализующийся в рамках проекта «Память Сибири» Организация и проведение обучающего конкурса «Историка краеведческого направления» с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов. Тоже проводила областная детская библиотека. И мы участвовали в этом обучающем конкурсе. У нас тоже было несколько участников. У нас их было. И кто-то дошел до конца этого конкурса, потому что он длился весь год. То есть начиная с января по октябрь. Нужно было выполнять огромное количество заданий. В основном было направлено на семью эти задания. То есть дети составляли семейную хронику, семейные архивы, семейные истории писали, собирали массу информации о семье. И за участие в этом конкурсе получает у нас «Менская надежда». Конкурс «Память Сибири». Вот они предоставляют вот такие календарики с ручками памятными. То есть это логотип «Память Сибири». И, значит, в этом конкурсе у нас есть два победителя. Один победитель – это первое место в номинации «Семейный архив» получает Вероника Райс. Значит, здесь были замечательные подарки. Это были вот такие экшен-камеры, видеокамеры, которые получаются тоже от областной библиотеки. Но здесь используется президентский грант. Первое место в номинации «Семейный архив». То есть Вероника собирала семейный архив. Участвую я очень часто. Мне интересно. Узнаю много нового, подарки неплохие. Конкурс «Читательский дневник». В нем я участвовала по книжке Лорен Таршеса «Я выжиму на тонувшем Титанике». Я снимала видео, рассказывала про них. Помогал младший брат, сделал из «Лего Титаник». Как долго ты готовилась к этому конкурсу? Как долго шла вы едете? Весь год. А ожидала, что станешь победителем? Нет. Каждый конкурс мы приглашаем всех читателей, которые записаны в нашу библиотеку. Их больше двух тысяч. Конечно же, мы рассылаем на электронные адреса обязательно, учитывая возрастную категорию. Выставляем в социальных сетях, это в «Одноклассниках», на сайте, в «Инстаграм». То есть как только объявляется конкурс в библиотеке областной, либо какой-то межрегиональный, российский. То есть мы обязательно привлекаем всех-всех читателей. Ну вот, кто желает, мы говорим, что главное желание, а мы поможем. Мы помогаем, мы помогаем создавать электронные продукты, мы помогаем писать рецензии, отзывы. В общем, вот эту всю работу мы с ребятишками проделываем. И поэтому приглашаем новых участников во все эти конкурсы. Ну и, конечно же, мы живем не только конкурсами, которые проводит область, но и живем своими конкурсами. И на данный момент у нас проходит новогодний марафон, в который мы тоже приглашаем принять участие всех поселковых ребятишек. У нас на сайте есть елочка, где есть интерактивные шары, нажимая на которых вы можете принимать участие в этом конкурсе. И там мы предлагаем и мастерские, предлагаем читать стихотворения нам, присылать на сайт. Мы тоже будем их выставлять, эти стихотворения про Новый год. Знакомиться с новыми книгами про Рождество и про Новый год. В общем, принимать активное участие. И самых активных участников тоже ждут призы. Ну и на сегодня мы хотим отметить одного нашего самого юного читателя, Тимофея Гострикова, который принимает активное участие, читает стихи, участвует в мастерских, делает различных бычков красивых, снежинки. То есть все, что проходит на сайте, он делает. И поэтому мы хотим Тимофея отметить. Тимофея, мы хотим подарить себе вот такой подарочек. Принимаешь еще участие? Если мама тебе помогает, вместе с мамой принимаешь участие, да? Ну, молодец. Все, расти большим и умнее тут. Ну и вот, вроде все. Спасибо большое, девчонки и мальчишки. Мы, правда, мы хотим вас видеть в рядах наших читателей, участников. И вы видите, призы, они зависят от степени этих всех конкурсов. Поэтому принимайте участие, и вдруг вам повезет, и вы станете обладателем какого-то более такого серьезного приза. Спасибо вам огромное. Спасибо.